Субтитры делал DimaTorzok Старый город, Иерусалим, делится на сегодня на 4 квартала. Самый большой квартал считается мусульманский, дальше идут христианский, еврейский и армянский. Разумеется, у каждого квартала есть своя история и всевозможные перипетии, которые переживали жители этого квартала. Демография иногда менялась, но все-таки, извините меня, 2000 лет это огромное расстояние. То есть до этого момента, до 2 века город был еврейским, и естественно здесь жил народ Израиля. После же того, как римляне в 136 году подавили второе восстание евреев против Римской империи и евреев изгнали, вот начинается вот эта 2000-летняя история Иерусалима. Был он и римским, был и византийским. Исламское правление к нам пришло с 7 века, потом крестоносцы выгнали мусульман, потом опять мусульмане пришли, ну и так далее. То есть это не то, что тема экскурсии, это тема книги на эту тему написаны. Если же мы хотим с вами вот так вот в целом охватить, ощутить, но все-таки, как живут люди в старом городе, вот кратко на этот вопрос ответить, у нас получится примерно следующее. На Востоке не могут в одном дворе жить, например, христианин, мусульманин и еврей. Не потому, что они не любят друг друга, дело не в этом. Даже если они по-человечески вполне могут общаться, торговать друг с другом. Но их образ жизни религиозный, он отличается очень сильно. А на Востоке религия это не дело мое личное, вот мои отношения с Богом. Это мой образ жизни. Соответственно, например, евреи соблюдают очень строгий кашрут. Они не могут покупать хлеб, который выпек не евреи, или вино, которое изготовлено не евреем. Они не едят свинину. А христиане, наоборот, свинину едят и тоже пекут хлеб и делают вино, которое в соответственное время не подойдет. Опять же, мусульмане тоже не едят свинину, соседствуют с христианами и не пьют вина. А христиане вино пьют и свинину едят. То есть, соответственно, календарь разный, ну все разное, праздники разные. И, конечно же, естественным образом сложилось, что христиане селились ближе к своим, мусульмане ближе к своим и так далее. То есть, это если, вот так сказать, очень в целом, то вот она история, почему Старый Город разделен на четыре квартала. Никто это нарочно, пальцем по карте не делил. Это сложилось исторически. И вот, если мы сегодня уж с вами гуляем по христианскому кварталу, давайте скажем еще и покажем. Несколько слов о нем. Ну, для паломников это, конечно, прежде всего гроб Господень. Это так. Христианский квартал действительно расположен так бы вокруг гроба Господня. Но кроме гроба Господня здесь есть очень много монастырей, храмов, представительств разных христианских конфессий. Коптская патриархия, Иерусалимская патриархия наша православная, католическая латинская патриархия. Масса религиозных организаций, отелей, школ. То есть это центр христианской жизни вообще в Иерусалиме, если так можно выразиться. Ну и, конечно же, основная, скажем так, жизнь людей с христианского квартала Старого Города – это паломники и туристы. Это действительно так. Жизнь местных жителей изменилась в IV веке. Святая царица Елена нашла крест Спасителя, ее сын, император Константин, построил храм гроба Господня и началось паломничество. Город стал быстро менять облик. Повсюду строились храмы, монастыри, постоялые дворы и больницы, а по улицам ходили толпы паломников со всего света. Развивалась, конечно, и торговля. Это знаменитый рынок Муристан. Название появилось в VII веке, когда здесь рынка, собственно, не было, а была построена больница для паломников. Муристан, собственно, и означает больница. Она не сохранилась, но на ее месте в XII веке рыцари-госпитальеры построили храм и больницу в честь святого Иоанна Предтечи. Видите этот большой золотой купол? После ухода крестоносцев монастырь перешел к Иерусалимской патриархии, которой он и принадлежит сейчас. Нынешний вид площадь получила во второй половине XIX века. Тогдашний султан отдал часть территории австрийцам, и лютеране построили свой храм Христа Спасителя. Для того, чтобы не конфликтовать с православными, другую половину он отдал Иерусалимской патриархии. Начальник гроба Господня, архимандрит Ефимий, решил построить здесь греческий рынок, специализировавшийся на торговле кожей. Нынешние потомки греков, торговавших здесь, могут, конечно, и не знать уже греческого языка. Они давно смешались с палестинскими арабами. Но место это до сих пор так и называется – Сук-Автимий, то есть рынок Ефимия. Однако есть и те, которые работают в Западном Иерусалиме, а здесь просто живут, потому что им достались дома по наследству. Вообще, откуда здесь у людей жильё? Ну, в принципе, есть два типа, скажем так, жилья в старом городе. Люди либо имеют по наследству от прапрапрапрапрапрапабушек, либо снимают у церквей. То есть патриархии имеют не только ведь храмы и монастыри, они имеют огромное количество зданий. Исторически так сложилось. И там сдают, собственно говоря, комнаты. Кстати, многие наши монастыри Иерусалимской патриархии вот именно так и живут, потому что монахов, братья или сестёр нету. Есть храм, есть ключарь храма, монастырь, например, называется Николая Угодника. И там снимают квартиры благочестивые, верующие, арабские или греческие православные семьи. То есть вот так это выглядит на сегодняшний день. Вот, к примеру, мы во дворе монастыря Святого Харлампия. Как видите, храм тоже закрыт, естественно, да, по нынешней ситуации. А вот, собственно, где живут люди. Снимают здесь комнаты, снимают небольшие квартирки. Вот такой большой православный двор на много-много семей. Кстати, тем, которые снимают в монастырях, блаженнейший патриарх Феофил дал очень-очень большие скидки, если даже вообще не отменил плату за аренду квартир из-за ситуации с коронавирусом, потому что многие люди потеряли работу из-за отсутствия паломников и туристов. А вот и монастырь святителя Николая. Храм здесь на втором этаже. Раньше всегда были службы по четвергам. Сейчас храм, естественно, закрыт, а я предлагаю вам в тишине вместе со мной просто походить здесь и погрузиться в неповторимую атмосферу Иерусалимского двора. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пойдёмте! Все работает, потому что здесь покупают местные, то есть это не совсем туристические магазины, здесь много продовольственных магазинов, одежды и так далее. И как мы видим, поскольку от туристов торговля не зависит в этой части города, то здесь всё, в общем-то, вот живёт и действует, даже нет никакого коронавирусного ощущения, ну разве только маски у людей на лицах, а так, в общем-то, жизнь действительно вернулась. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а мы поднялись по улице, которая называется улицей продавцов Арбузов, и вот видите, как отличить христианские дома от мусульманских, еврейских. Символика, да, обязательно есть над дверью крест или изображение Георгия Победоносца, Николая Угодника. Вот этот вход, это, собственно, вход во внутренний двор, а дальше будут проходы, лестницы, ведущие к разным квартирам в этом доме старинном. Вот такой дом, это может быть смесь и здания XIV века периода Мамлюков, надстройка XVI века или XIX века. И вот так, по идее, в таком доме-дворе могут жить несколько семей, либо они родственники, либо уж точно все христиане, потому что видите, какое здесь тесное на самом деле житьё в старом городе. Если в предыдущем доме жили православные, то здесь явно живут католики, о чём свидетельствует францисканский крест на двери. Идём дальше. По некоторым улицам может проехать транспорт, но только очень маленький. Например, трактор с прицепом, который возит мешки с мусором, или другой трактор с чемоданами туристов. Некоторые местные жители ездят внутри города на велосипедах и мопедах. Дворики настолько уютные, что так и тянет заглянуть, тем более, что на улице 30, а под древними сводами значительно прохладнее. Трудно определить, какого века дом. Тут строили и надстраивали, и перестраивали множество раз. Самые старые дома здесь – это XIV век. Есть храмы XII века. Большинство же зданий строились с XVI по XIX век, то есть в османский период. Из открытых дверей у всех льётся музыка, и летят вкуснейшие ароматы. Это потому, что дети сейчас возвращаются из школы, и дома их ждёт обед. Кстати, внутри таких домов очень даже уютные квартиры. У каждого по его достатку. Можно обнаружить и вполне приличный ремонт, а можно и мебель от бабушек и дедушек. Главное же преимущество этих домов, конечно, старая постройка. Все здания в старом городе построены из каменных известняковых блоков. Это наш местный камень. Летом он даёт прохладу, а зимой отдаёт тепло. Недостаток же – старая канализация, большие жуки, тараканы, мыши. С ними борются местные коты, которых обязательно держат в домах. Если заглянул во дворик и наткнулся на хозяев, реакция будет приветливой, а может получиться и приятная беседа. Что с нами и случилось. Амали и Басаль даже согласились поговорить с нами перед камерой. Скажите, почему вы живете в старом городе? Почему не в новом городе? Какая разница? Амали и Басаль. Есть, есть хорошая часть к каждой истории. Я думаю, что все хорошо, что все вокруг вас есть. Как в рынке, в школе, везде. Некоторые иногда не нужно идти в окружении города, потому что у вас есть почти все. Проблемная часть является паркинг. Если вы хотите купить что-то, или идти на улицу... Фриджи, дейш-вашер... Это трудно. Это очень трудно. Для выделения здесь? Для выделения. Да, это проблема. И если вы хотите сделать реновацию, то, что-то, 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 что-то. Добро пожаловать. Потому что если вы получите материалы, то вы получите их из-за этого города. И для того, чтобы получить материалы из-за этого города, они привезли, как... маленькие, маленькие. Потому что есть... то, что-то, как трактор. Трактор, да. И все, что-то, как портионально. Не большая сумма. Да. Поэтому вы платите, как... Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Да. Добро пожаловать. Прошлое. 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 Но вы стоите здесь? Вы не хотите продавать и живут в новой городе? Нет. Нет. Это историческое дом. Нет. Какой дом ваш дом? 700 лет. О, мой бог. И вы родители живут здесь? Да. Да. Много лета. И что касается атмосфера? Usually it's so crowded with tourists. Did you suffer from it in the past? Да. Мы не можем visitать Holy Sepulchre. Но anyway, now it's also closed because of Corona. Вы видите? Да. Same for my family. Да. Да. Но это красиво. Да. Но, на самом деле, для нас, as locals, мы не можем visitать Санкт-Петербург. Но это плохое. Чтобы она не может убить. В море. Можно, когда она не служит. Мы не чувствуем. Если она не чувствует. Урлите. Урлите. Нев Booker. Когда она не будет туристический. Да. Да. Это верно. Да. Презвольство. Для туристов, они нужны посетки, что они должны посетить и и идти. Но для некоторых пилограммах, это больше структур. Это не всегда структур. Как твои дети чувствуют об этом? Они не имеют playgrounds здесь. Где они играют обычно? Они complain, что вы живете в городе? Или они все остались? Да, они complain. Мы отправим их в Малифика, чтобы играть музыку. Они идут, например, в gym. Но играют здесь, нет. Они играют на улице? Нет, нет. Это было плохое. Реально? Это интересно. Мы возглавляем больше, чем на улице. Мы не общаемся с большими людьми. Я понимаю. Люди. У нас есть своя семья. Это означает, что мы идем в школу, в церковь. В церковь. Но вы действительно знаете все близкие. В таком маленьком городе. Вы знаете все близкие. Но мы не общаемся много. Я понимаю. Это новое. Спасибо большое. Спасибо. 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 И теперь нам пора...